Безопасность ребенка это то, что волнует родителей больше всего. Естественно, что особенно мамы и папы переживают за свое чадо, когда оно остается без них, под присмотром чужих людей. Детский сад не исключение из правил. Однако, как выяснилось, и в учреждениях для самых маленьких бывает далеко не всегда все гладко. Об этом в нашем следующем репортаже. Трещины в стенах, щели в окнах, текущие потолки. Такую картину можно увидеть во многих учреждениях образования. По данным Минпросвещения, сотни школ России находятся в ветхом состоянии. Десятки тысяч нуждаются в капремонте учебника к современному оборудованию. Вот и приходится родителям скидываться на ремонт школьных классов, строительство веранда, занавески и посуду для дошкольных групп. И, казалось бы, отдавая ребенка в платное учреждение, вопросы безопасности и оснащенности должны быть закрыты. Но, как выяснилось, не так все гладко. Желая заработать, порой участники забывают о самом главном. В их руках жизнь и здоровье детей. На этой неделе прокуратура выявила немало нарушений в частном детском саду «Семь и я», что в Заворском районе Твери. В прокуратуре Заворского района по поступившему обращению проведена проверка частного детского сада, осуществляющего предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми. Установлено нарушение санитарно-пенологического законодательства, в том числе в части контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, а также факты несоблюдения правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководителю детского сада внесено представление, по результатам рассмотрения которого большая часть нарушений устранена. Исполнение остальных требований прокурора находится на контроле. Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности и санитарно-пенологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, по постановлениям прокуратуры района, руководитель учреждения привлечен к административной ответственности. Постановления не вступили в силу. Плачевное состояние школы детских садов – общероссийская проблема. Понятно, что здания, которые не ремонтировались десятилетиями, невозможно привести в порядок в одночасье. Эту задачу не осилит ни один бюджет. В Твери на материальное и техническое обеспечение учреждения образования в 2022 году направят немалые средства – 60 миллионов рублей. В то время как потребуется почти в 70 раз больше. Почти 7 лет назад в России была принята программа содействия созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях до 2025 года. Запланировано, что к 2025, 5 и 9 классы должны перейти на новую смену. А всех школьников из ветхих и аварийных школ переведут в новые здания. Как решается проблема школ из прошлого века в нашем регионе, какие цели достигнуты, а главное, кто гарантирует безопасность детям – об этом в наших следующих выпусках новостей.